приветствую на канале пару метров правильно согнутой проволоки и получаем вариант антенны на дальний прием не уступающим по параметрам покупным в данном варианте антенны использован электрический кабель с медной жилой марки pv1 сечением 10 миллиметров квадратных диаметр данного кабеля составляет 3 3,5 миллиметра для изготовления можно использовать алюминиевую проволоку и другие материалы но как показала практика медь это лучший вариант и такой вариант можно еще достать из нерабочего холодильника и задней конденсаторной решетки выполненной из медной трубки так приступим для того чтобы правильно изогнуть проволоку понадобятся правильные размеры в данной таблице приведен пример расчета антенны на частоту 600 мегагерц формула для расчета антенны и равно 300 деленное на f где f частота передатчика то есть ретранслятора пример l равно 300 деленный на 600 мегагерц то есть получается 0 5 вот это число 0 5 поставляем в эту таблицу и получаем размер миллиметрах в миллиметрах сторон и расстояние антенны а вот страна а вот б расстояние bc сторона c 2 элемент антенны и так далее d вот d е вот и вот здесь представлены размеры четырех элементной антенны но можно сделать и 6 элементной антенны антенну то есть размеры дальше указаны просто надо будет добавить еще пару витков но эта антенна будет узконаправленная то есть на более определенную частоту антенны на 3 2 квадрата она будет широкополосная то есть более больше диапазон захвата будет диаметр материала то есть проволоки или трубки можно брать от 3 до 10 миллиметров это диаграмма направленности антенны эта часть антенны это согласующие устройство между антенной и фидером то есть телевизионным кабелем в этих местах подпаивается центральная жила кабеля и оплетка то есть экран в этом месте снимается изоляция кабеля и припаивается к антенне самой таким образом получаем согласование между антенной и кабелем но если убрать эту часть и вместо нее можно поставить усилители от польской антенны сва тогда коэффициент усиления в разы увеличится и дальность приема соответственно тоже увеличится но об этом позже от теории переходим к практике кабель надо будет полностью зачистить то есть снять изоляции вот таким приблизительно образом так проделаем совсем кабелем кто будет использовать трубку этот метод пропускаем после несложной манипуляции с кабелем получаем материал для подальшего изготовления антенны в качестве примера я изготовлю трехэлементную антенну размеры для нее берем из таблицы и начинаем размещать и изгибать для разметки использую маркер это самое главное так начинаем размещать из большого квадрата там изгиб получится пополам то есть 160 пополам это 8 дальше 160 16 сантиметров инструмент пассатижи таким макаром гнем вот что получилось после изгиба проволоки теперь вот эти части надо будет зафиксировать первый вариант фиксации для тех у кого нет паяльников с помощью вот таких стяжек хомутов то есть берем вот эти соединения и затягиваем и обкусываем лишнее все вот такое соединение получилось без паяльника но лучше все это спаять надежней сто процентов будет для второго варианта понадобится витая пара вернее жилы от нее берем антенну и в этих местах скручиваем вот так выглядят места соединения для пайки после скрутки проволокой остается лишь только запаять чем сейчас и займемся для пайки нам понадобится мощный паяльник вот так на стол чтобы разогреть медь плюс у меня лте 120 берем флюсом заходимся и вот такое олова еще тех времен так прихватили тут прихватим потом пропаяем вот такой результат пайки получился но этого паяльника на 100 ватт притирочку хватило чтобы разогреть проволоку диаметром три с половиной миллиметра если будете использовать больший диаметр трубку то придется помощнее паяльник брать или использовать газовую горелку как вариант так теперь осталось припаять к этой части и этой части телевизионный кабель телевизионный кабель вот здесь зачищаем запасом чтобы можно было изогнуть и вот таким способом берем фиксируем на стяжку чтобы в дальнейшем можно было нормально подпаяться так одна часть вторая часть лишнее убираем так вот здесь высовываем так кабель чтобы экран не касался вот этой части проволоки лучше изогнуть вот таким способом потом опять берем жилку от этой пары и накручиваем так одна есть теперь центральную жилку и вот в этом месте тоже берем и скручиваем проволокой все прикрутили теперь осталось припаять у кого нет паяльника заматываем изолентой ну лучше конечно сделать качественную пайку так так флюсом проходим и паяем хорошо прогреваем чтобы голову припой взялся все пропаяли и антенна готова кто будет использовать на улице желательно вскрыть лаком потому как медь имеет свойство окисляться все всем пока всем хорошего настроения и классного сигнала не забывайте делиться с друзьями лайк и подписка приветствуется